Ас-саламу алейкум ва рахматуллоги ва баракатуху. Мир вам и милосердия Всевышнего Аллаха. Кадыр Маликов, специалист по исламскому праву. В 2001 году окончил University of Jordan по специальности «Исламская юриспруденция». В 2005-м – University Complutense de Madrid по специальности «Управление конфликтами и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии». Уважаемые телезрители, многие, наверное, спрашивают о том, что такое Маздиду-Ляхса, то есть удаленная мечеть. Многие не знают, что такое слово Аль-Кудз, то есть Иерусалим. И многие мусульмане, в основном молодые, интересуются сегодня, почему же вопросы Палестины, почему же вопросы Аль-Кудза, то есть Иерусалима, или Маздиду-Ляхса, удаленной мечети, являются важными для мусульман. То есть, что должен знать каждый верующий мусульманин о Маздиду-Ляхсе, то есть удаленной мечети, и какая роль или какое место Иерусалим и удаленная мечеть занимают в исламе. В первую очередь я хочу сказать, что город Аль-Кудз, сегодня он называется Иерусалим, находится в Палестине. И Аль-Кудз, то есть Иерусалим, в нем, в этом священном городе расположена мечеть Аль-Акса, то есть удаленная мечеть, которая является одной из трех святынь после Мекки и Медины. То есть в исламе мы все знаем, что есть Мекка, где находится Кааба, куда мы молимся каждые пять раз в день, направление Кибла. И есть Медина, то есть Медина город, где есть Маздиду-Набави, мечеть нашего пророка, салаллаху алейхи вассалам, и где он похоронен, наш пророк, Мухаммад, салаллаху алейхи вассалам. И вот после двух святынь в исламе, Иерусалим или Аль-Кудз является третьим святым городом в исламе. И именно там, на территории священного города Иерусалим, находится Маздид Аль-Акса, удаленная мечеть. И именно в Куране, в суре Туль-Исра, в первом же аяте 17-й суры Аль-Исра, Аллах Всевышний говорит. Хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленную, вокруг которой мы благословили. То есть, Аллах Сам называет мечеть и вокруг места, то есть, это город почти весь, благословенной землей, благословенным местом. То есть, город Аль-Кудз или Иерусалим и мечеть Аль-Акса являются также мировыми эпицентрами, где развернутся именно события, связанные с концом света Сахара. Именно с этими местами, кстати, связана сегодняшняя мировая политика. Именно в тех местах, на Ближнем и Среднем Востоке, сегодня в наши дни разворачиваются драматические события на территории Сирии, на территории, в первую очередь, Палестины, сектора Газа, на территории Йемена в целом, на территории Ирака. Это места, именно библейские, как говорят, это места, на которых произойдут человеческие события, связанные именно с приближением конца света. Это места, на которые развернутся в скором времени драматические события мировой истории. Именно там будет решаться судьба всего человечества. Но я хочу сказать, что, к большому сожалению, наши братья, сестры в исламе, в наших странах не знают, что такое Куц, не знают, что такое Мазджи Дуляхса, не знают проблемы Палестины, братского народа, не знают вообще, что происходит в мире, что происходит на самом деле в Палестине и вокруг нее. Не понимают всю суть настоящей реальной политики. К сожалению, есть и те, которые просто пренебрегают вопросами Палестины или пренебрегают вопросами Иерусалима, вопросами Мазджи Дуляхса. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с тем, что в обществе у нас все больше растет, я бы сказал, такое вот невежество. Невежество, когда молодежь и верующие сами не интересуются, что происходит в других странах, не интересуются вещами, связанными с судьбой святых мест, святых символов ислама. Не секрет, что и среди нас есть те, кто проявляет какое-то равнодушие или черствость к тем событиям или процессам, которые происходят в других странах и в первую очередь в Палестине. Я хочу сказать, что мало кто из нас понимает, к сожалению, современные процессы в геополитике. Но современные улемы ислама должны разбираться не только в вопросах фикха, допустим, шариата, но и в вопросах современной социологии, в вопросах геополитики и мировой политики. В международных отношениях, потому что мы сегодня теряем, я бы сказал, основную святыню. Одну из основных, из трех святынь, это Аль-Кутс. Мы сегодня не понимаем, что творится в мире, какие процессы. А эти процессы, я хочу заметить, связаны с приближением конца света. Эти процессы связаны с созданием так называемого нового мирового порядка. Именно эти процессы связаны непосредственно с Палестиной, связаны с появлением лжемессии Антихриста. Эти процессы связаны с потерей, к сожалению, с потерей одной из трех святынь ислама, с потерей Мазджид-Уль-Акса, мечети удаленной. А между тем, каждый должен знать, что мечети Аль-Акса, удаленная мечеть, священный город Иерусалим, Аль-Кутс, были первой киблой, первым направлением мусульман во время молитвы, намаза. И говоря непосредственно о мечети Аль-Акса, необходимо упомянуть, что Аль-Кутс, то есть святой город Иерусалим, в самом Куране, и вся его территория также, в самом Куране Аллах упоминает Аль-Кутс и территорию вокруг него, как священную территорию пять раз, и косвенно более семидесяти раз. То есть в Куране Аллах упоминает Аль-Акса, указывая на Палестину и мечеть Аль-Акса. Слава тому, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему часть наших знамений из заповедной мечети в Мазджид-Уль-Акса, окрестностям, которые мы даровали благословение. Воистину, Аллах, Он слышащий, видящий. Сура Али-Сра, первый аят. А также, мы спасли его, то есть Ибрахима, алейхиссалям, и Лута, и вывели на землю, которую мы благословили для обитателей миров. Сура Аль-Анбия, 71 аят. А также в Куране Аллах говорит, клянусь Смоковницей и Оливой, клянусь городу Синаем и этим безопасным городом. Также в Куране Аллах говорит, между ними и городами, которые мы благословили, мы воздвигли города на расстоянии видимости друг от друга. То есть Аллах в Куране говорит о том, что эта земля есть земля благословенная, земля всех пророков. И после того, как эту землю захватили, аннексировали, и именно с этой землей, именно с Иерусалимом, и то, что вокруг него, Палестиной, связаны важнейшие сегодняшние политические события. И не только. События эти напрямую касаются предзнаменований, которые описаны и в Библии, и также прописаны у нас в Куране, и также прописаны в хадисах нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Что там говорится? В первую очередь, это предначертание, предписанное Всевышним Аллахом, важные апокалипсические события, а именно второе пришествие Иса ибн Марьям, Иисуса, сына Марии, мир им обоим, именно на территории Сирии. А также появлением лжемессии Даджала Антихриста, а также сражение Иисуса, сына Марии, с Антихристом в битве Армагеддон, предписанным на территории Ближнего Востока, территория Палестина, современного Иордании и Сирии. И то, что сейчас происходит в Палестине, то, что происходит, я имею в виду, в секторе Газа, то, что происходит на западном берегу Иордан, то, что происходит в самом святом городе Аль-Куц, Иерусалиме, Что происходит в самой мечети Аляхса, мы называем действительно нарушением международного права, нарушением прав человека, нарушением многих пунктов устава ООН о статусе Иерусалима. Статус Иерусалима – это статус мирового города, города мировых трех религий, который не должен быть непризнанным ни столицей какого-то государства, который должен быть столицей всех государств, он должен быть столицей всего мира. Согласно прописанным положениям ООН по статусу Иерусалима, Иерусалим Аль-Куц должен быть признан как столица мировых трех религий, он не должен быть аннексирован определенной страной или политическим режимом. Я думаю, что мусульмане должны больше уделять внимания изучению различных аспектов своей религии, и не только вопросов имана, не только вопросов поклонения ибадата, но также и международным отношениям. Также мусульмане должны знать экономику и вообще, что происходит сегодня в мире. Сегодняшнее требование ислама к верующим мусульманам, в первую очередь, это интеллектуальное требование, чтобы мусульманин был не только духовно чист, но и должен быть интеллектуально развит, у него должно быть широкое мировоззрение. И в особенности это касается наших имамов, которые обучают паству, это касается ученых ислама, улемов, которые должны понимать, что происходит сегодня в мире, какие процессы происходят в геополитике, какие процессы происходят в международном праве, в международных отношениях, какие процессы сегодня происходят в экономике в целом, хотя бы иметь общее представление для того, чтобы давать правильные направления верующим, для того, чтобы выставлять правильные акценты воспитания верующих. Сегодня, к сожалению, мы сталкиваемся с сильнейшим невежеством общины. Несмотря на то, что мы все используем интернет, несмотря на то, что мы сегодня имеем гаджеты, имеем различные социальные приложения в интернете, в телефоне, многие из нас остаются глубоко невежественными, глубоко равнодушными к будущему ислама, к будущему всей умме. Это состояние или пребывание в этом состоянии сегодня преступно, в особенности тогда, когда Аллах посылает нам испытания, когда Аллах через испытания посылает нам большие признаки, чтобы мы готовились и были готовы, чтобы мы стали лучше, чтобы мы были активны и занимали активную позицию в этой жизни. Мы сегодня видим, что с молчаливого согласия большинства из-за невежества, из-за, может быть, равнодушия, из-за слабости, интеллектуальной слабости, материальных слабостей, мы сегодня не можем противостоять созданию различных так называемых теорий или строительству нового мирового порядка. И действительно, если посмотреть в целом, то большинство населения является потребителями, то есть ГАИМ, стадом, которым управляет. И поэтому, конечно, с молчаливого согласия сегодня выстраиваются различные теории, различные концепции, различные так называемые системы управления или мировой новый порядок. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнем прозревать или пробуждаться. То есть пробуждаться через что? Через образование, через получение правильной информации, через работа интеллекта. Вот это должно работать. Для этого Аллах дал нам разум, чтобы мы развивались интеллектуально, духовно и интеллектуально. То есть это есть баланс, это есть ислам. Ислам — это баланс между двумя мирами. Это баланс между материальным и духовным миром. Это баланс именно духовного мира. Это баланс между богобоязненностью и интеллектуальным развитием. Когда наш иман, наша богобоязненность в сердце влияет на разум, и разумом мы управляем, и управляя разумом, мы воздействуем на наш навс, на наше эго. Когда мы интеллектуально познаем этот мир, когда мы можем критически мыслить, должно быть критическое мышление. Когда мы критически мыслим, мы умеем разделять ложное и истинное. Мы проводим анализ, мы находим правильный ответ. И поэтому в этом плане нам очень важно, чтобы верующий мусульманин был высокообразованным, высококультурным, имел интеллектуальные возможности для своего развития, мог мыслить именно самостоятельно, чтобы мусульманин верующий, согласно закону Паретта, попал в 30% думающих, умеющих рассуждать граждан своей страны, чтобы приносить пользу, пользу всему обществу. Святая Палестина, святой город Иерусалим, являются одними из святынь ислама, которые мы должны защищать, которые мы должны охранять и о которых мы также должны думать. Ведь сегодня эти земли потеряны. Сегодня эти места закрыты для паломничества. И я хочу сказать, что эти земли – это земли пророков. Это земли всех пророков Аллаха. Потому что на этой земле похоронены святые пророки Аллаха. Это Муса, Аюб, Ибрагим, Лут, Исхак, Сулейман, Дауд, Закария, Яхья, алейхиссалям, алейхимсалям, миром. Все они находятся на территории современной Палестины. Священная земля Палестины, где похоронены также сподвижники нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Мазжид-ль-Ахса – удаленная мечеть. Именно Аллах, субхану ата'аля, в ночь Исрау Аль-Мирач вознес нашего пророка от близкой мечети в удаленную мечеть, которая находится над мечетью Аль-Ахса. Наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, возглавлял молитву и был во главе других пророков. Именно над мечетью Аль-Ахса находится небесный храм. Именно вот эта вся территория, она священна. И поэтому наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, молитва в мечети Аль-Ахса равняется 500 молитвам в другой мечети, кроме Аль-Харама и мечети пророка, имама Аль-Бухари и муслим. А также наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, не отправляйтесь с намерением паломничества ни к одной мечети, кроме этих трех мечетей. То есть мечеть Аль-Харам в Мекке, мечеть Аль-Ахса в Иерусалиме и мечеть в Медине, мечеть пророка, имам Бухари и имам Аль-Муслим от Абу Хурейры. Когда нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, спросили, какая мечеть была построена первой, он сказал, Аль-Харам в Мекке. Потом его спросили, а какая после, и он ответил, Аль-Ахса в Иерусалиме, в Аль-Кутсе. Поэтому эти причины, которые перечислены нашим пророком Мухаммадом, салаллаху алейхи вассалям, делают мечеть Аль-Ахса. И весь город Иерусалим, Аль-Кутс, не только священным в исламе, но делают его стратегически важным для будущего ислама и всего человечества. Потому что по вот этим причинам, перечисленным сейчас в хадисах, именно о больших признаках приближения судного дня, делают эту землю, землю Палестины, а также мечеть Аль-Ахса, а также всего священного города Иерусалим, важным для всей уммы Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Именно мы должны поэтому осознавать нашу ответственность за те процессы, которые происходят в сегодня мире. Мы должны осознавать нашу ответственность за безопасность мечети Аль-Ахса, за неприкосновенность наших святынь в Мекке, в Медине и в Иерусалиме, то есть на территории современной Палестины. Мы должны осознавать, что сегодня нависла реальная большая угроза уничтожения мечети Аль-Ахса в Палестине. Потому что есть некоторые проекты, нацелены на уничтожение признаков ислама и святынь, исламских святынь, в первую очередь на территории Палестины. И поэтому мы, мусульмане, должны обращать внимание на наши святыни, на изучение, какое место, какую роль играет святой город Иерусалим, какое место и какое положение занимает мечеть Аль-Ахса в Иерусалиме и в Палестине вообще, в целом, в исламе. Почему так важно сегодня не забывать о Палестине и не забывать о Иерусалиме, не забывать о мечети Ахса верующим мусульманам? Почему все события, которые сегодня происходят в мире и в исламском мире, я имею в виду признаки, большие признаки приближения конца света, связаны именно с Палестиной, связаны именно с Иерусалимом. В чем дело? Почему мы не изучаем этот вопрос? Уважаемые телезрители, я хочу оставить этот вопрос открытым. Почему мечеть Аляхса, почему священный город Иерусалим, Аль-Куц, вот так важны для ислама и для всего человечества? Что связывается с этими городами, с этим городом и с этой землей? Какое будущее уготовано? Что ждет в ближайшем будущем эти земли? И почему так важно верующим не только мусульманам, но и в том числе и христианам, и иудеям, знать о будущем священного города Куца и что произойдет в будущем на территории Палестины? Почему Аль-Куц, Иерусалим и мечеть Аляхса так важны для ислама и для мусульман? С вами был Кадыр Маликов в телепередаче «Ислам и современность». Ассаламу алейкум. Аль-Куц, Иерусалим и мечеть Аляхса Аль-Куц, Иерусалим и мечеть Аляхса Продолжение следует...